Реформы должны касаться всех граждан страны, а передел собственности будет касаться некоторых. Поэтому здесь идет закулисный торг, закулисные договоры, передоговоры и так далее, где присутствует и Путин, где-то там за занавесом дергает, так сказать, за ниточки того же Токаева. То, что Токаев делает сейчас, понимаете, это опять по Фрейду уже даже не оговорки, а уже даже события и поступки по Фрейду. То есть вот как они привыкли, что право – это только прилагательное к власти, и закон – это тоже только прилагательное к власти, что на власть саму это никак не может распространяться, только так они и живут. То есть вот только сегодня Нуратан внес изменения в закон о первом президенте, по которому Назарбаев пожизненный председатель Совбеза. Он даже сам не может отказаться от этого, потому что он пожизненно закреплен в законе. Но тебе это не помешало Токаеву за неделю до этого объявить себя председателем Совбеза. Понимаете? То есть он просто взял, сломал эти все нормы и объявил себя вот так. И то, что он сейчас меняет с РОПом, это тоже нужно было сначала внести изменения в экологический кодекс, где закреплено, кто является оператором РОПа. И президент не может давать указания, понимаете, в нарушение закона. Сначала надо изменить закон для этого. То есть мы видим сейчас, что Токаев применяет точно те же приемы и методы, какими пользовался Назарбаев. Сначала он принимал решения, а потом под них подгонялись законы. То же самое с Токаевым. Сначала он стал председателем Совбеза, а через неделю или через 10 дней парламент изменил закон о первом президенте или шифре пожизненного права, чтобы Токаев смог здесь уже нормативно затвердиться. То есть я не вижу никаких реформ. Я вижу возню пауков в банке. Вот и все. Это значит, что в игру вламываются новые игроки со своими активами, со своими компроматами, с чем-то там еще. То есть сейчас происходит ровно то, что мы в оппозиции, когда мы еще существовали как институция, что мы тогда еще предсказывали лет 15 назад. Происходит хаос при смене власти, потому что диктатура не готовит никогда протокол смены власти, потому что она лишь укрепляет собственную власть, а смена власти как таковая ее никогда не интересует и она не прописывает этих протоколов. Мы можем для примера вспомнить ситуацию, когда Польша лишилась и президента, и практически всего кабинета министров, которые разбились в самолете. И тогда ведь ничего не происходило. Включился протокол смены власти. Включились все протоколы, все события, которые необходимо было исполнить для того, чтобы власть нормальным образом, конституционным поменялась, то есть вобрала в себя других людей. Понимаете? И мы видим, что сейчас происходит в Казахстане. Отсутствие протокола смены власти приводит к хаосу. И вот эти вот, то, что мы видим, это лишь всплески, какой-то пузырь из этого болота вырвется один раз, и мы смотрим, опа, что-то там появилось. В следующий раз этот пузырь вырвется в каком-то еще неожиданном месте. Мы сейчас видим хаос, то есть тот космический хаос в масштабах Казахстана, понимаете, когда мы не понимаем, что откуда берется, потому что мы не видим игроков. Они все где-то под ковром прячутся и друг друга там за что попало дергают. Вот какое сейчас может быть расследование, если полицейские, управляемые все тем же министром внутренних дел, а он, оказывается, был еще следователем во время событий 1986 года, то есть он тогда еще избивал молодых ребят, которые выступили в 1986 году, наш министр внутренних дел был следователем по их делам. И этот же министр сегодня, уничтожив несколько сотен человек, он теперь еще несколько тысяч человек загнал в свои тюрьмы, такие вот стадионы Динамо, типа Сантьяго, Де Чили, понимаете, и там идут избиения, убийства, прессовка, то есть заставляют людей писать на себя какие-то доносы, то есть там идет сейчас 37-й год во всей красе, и мы сейчас как можем говорить о каком-то расследовании сегодня того, что они делают? Ну кого? Сейчас мы вот этому следователю, он сейчас освободится, да руки помоет от крови и пойдет расследовать то, что он там вытворял? То есть без перевыборов, без замены законодательной хотя бы ветви власти, законодательной хотя бы, которая сможет поменять все остальное, мы ни о каких реформах и изменениях говорить не можем, и я не буду точно.